Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Макту Сальфи. Очередная книжка из моей библиотеки «Позитивное мышление и смежные науки. Сила оптимизма». Бестселлер номер один – «The New York Times and Business Club». Дональд Клифтон и Том Раб. Пять стратегий позитивного мышления. Страница 73. Сейчас почитаем. Я эту книжку еще не читала сама. Чтобы поднять в себе и близкие настроения, улучшить вашу жизнь, наполняйте ее положительными эмоциями. Это прописные истины. Однако, теперь-то мы точно знаем, что благодаря им выигрывают наши взаимоотношения с другими людьми, наша карьера, да и жизнь в целом. Стоит лишь несколько усилить. Немножко такой ветер. Сегодня немножко такой ветер в Санкт-Петербурге. Погода совершенно шикарная. «Стоит лишь несколько усилить исходящий от вас поток положительных эмоций. Однако, знать не значит уметь». Какая интересная фраза. Жемчужина. Точно жемчужина. Однако, знать не значит уметь. Точно. Нужно вот вообще поразмышлять, подумать на эту тему. Можно прочитать. Почитать в интернете, прочитать книгу, но это не значит уметь. Как и любая жизненная цель, эта установка потребует продуманных и спланированных действий по притворению мечты в реальность. Мы проанализировали более четырех тысяч анкет и интервью по интересующей нас теме. Квистэссенцией нашей работы стали пять стратегий. «Пять стратегий позитивного мышления» из книжки «Сила оптимизма» Дональд Клифтон и Том Рад. «Мы все его внимания» Далина Соломановна «Вся во внимании». Ну, я надеюсь, все мои тут же телезрители, которые интересуются моим творчеством, на студии «Позитивного мышления» и «Сила позитивной мысли». «Как мыслить позитивно» «Позитивное мышление» Стратегия первая. Не допускайте опустошения вашего ведра. Интересно. Не допускайте опустошения вашего ведра. Так. Давайте сначала просчитаем все. Значит, стратегия вторая. «Позитив на первый план». Так. Третья стратегия. «Хороших друзей должно быть много». «Хороших друзей должно быть много». «Гениально». Стратегия четвертая. «Делайте сюрпризы». И пятая стратегия. Ох, я уже заинтриговалась. «Золотое правило наоборот». Дорогие друзья, ну, я бы сказала так. «Давайте, пишите мне, так скажем, эти…» «Комменты», «Комментарии». «Кто как думает?» «Золотое правило наоборот». «Это как?» Честно говоря, если бы я преподавала, был бы такой зал, слушатель лекционный, я бы сказала… «Дорогие друзья, вот кто как считает?» «Золотое правило наоборот». «Это как?» «Особенно кто-то, кто сидит на первых рядах, знаете, там…» «Особенно, знаете, там, в микрофон, скажите…» «Вот поднесите, пожалуйста, там, через одного на первый ряд микрофон». «И мы послушаем». «Кто как…» «Кто как вот думает?» «Кто как понимает?» «Золотое правило наоборот». «А, это будет такая фишка». «Ну да?» «Такая фишка». «Ну что, начнем с ведра?» «Дорогие друзья, мы начнем с первой стратегии или с пятой?» «Золотого правила наоборот». «Только не надо думать, что я как-то вот…» «Понимаете, здесь как?» «Сила оптимизма». «А если я буду с таким академическим лицом говорить при оптимизме?» «Немножко-немножко юмора, немножко…» «Понимаете, мувма, знаете, немножко вот расслабиться». «Стен Салмана себе такой готовит ужин, как в Париже. Варятся красные бобы». «Да, мужчина уже разминается, ему уже надоело сидеть на зеленом стуле». «Мужчина немножко разминается». «Вот». «И как сказала…» «Вы обратили внимание, я загрузила новое видео, которое сегодня я посмотрела не полностью по ютубу Натальи Борисовны Правдиной. Вот, я часто смотрела это видео, очистка дома по фэн-шу, и вообще, как она сказала, 10 миллионов… Ну, она надеется, что да, больше 10 миллионов, в общем, книг было ее продано, и как она надеется, больше миллиона, миллиона человек, представляете, миллион домов. Если в каждом, в каждом, вот, люди будут делать, в общем, это очистку дома по фэн-шу, и вообще прочитали ее книги и займутся распространением света, то есть во скольких домах появится свет, а это значит, будет в мире больше добра, больше света, больше хорошего…» Я говорила своими словами, это сказала вам… Вы можете посмотреть это видео на моей странице ВКонтакте, Татьяны Салманом на «Через Дефис», «Макту Сайфудинг», «Через Дефис», это моя официальная страница ВКонтакте, вот. А еще очень интересно, Наталья Правдина сказала, что огромное количество, даже больше я поняла, чем ВКонтакте, и на Фейсбуке, и даже в Твиттере, это ТикТок. Она сказала, огромное количество людей смотрит на ТикТок, надо посмотреть, я даже не знала, что это такое, даже не интересовалась и не смотрела, что это такое новое, знаете, какие все новые веяния, надо посмотреть. Татьяна Салмановна, нужно изучить, изучить. Ну, хорошо, значит, это вторая. Хороших друзей должно быть много. Делайте сюрпризы. Два сюрпризы. Не допускайте опустошения вашего ведра. Если вы собираетесь откладывать сбережения, сперва расплатитесь с долгами. Так же и здесь, прежде чем наполнить ведро, сначала защитите его от вычерпывания. Сначала защитите его от вычерпывания. Один человек после знакомства с теорией ведра и капша решил проверить ее действия на практике. Что это такое новое? Я о ком даже не читала и не слышала. Его задача была предотвратить опустошение собственного ведра. Он взял за правило простую вещь – анализировать каждое свое пересечение с другими людьми, спрашивая себя, как распорядился своим ковшом вот сейчас. Отчерпнул ли я из чужого ведра или пополнил его запас? Он признался, что поначалу управлять собой было весьма непросто, но постепенно такое поведение вошло в привычку, и он понял, что теория работает. Так, а сама стратегия? Понимаете, тут, наверное, книжку надо с самого начала. Здесь же, понимаете, очень много есть, наверное, об этом теории. А, у них здесь ведра, понимаете? А у них, наверное, какая-то своя, понимаете? У них оптимизм. В общем, на самом деле, чтобы это понять, это нужно с самого начала эту книгу читать. В общем, да. Ну, кого как. Так, у Светланы Ермаковой, она предлагает там вот эти вот купюры рвать. В общем, ну, какая у нее своя. Вот там, кто интересуется, тот может посмотреть, в общем, как там. В общем, настраивать себя, то есть, как говорится. Но полностью рассказывать не буду. То есть, кто интересуется ее, так скажем, этими методиками, может посмотреть на ее канале Ютуба. Ну вот. Давайте это перелеснем. Позитив на первый план. Любое общение с людьми дает нам возможность вывести позитив на первый план и пополнить ведро. Опять про ведро. Одна наша знакомая. Вы понимаете, вот я поняла, что они как-то, наверное, сравнивают. Возможно, Луиза Хи сравнивала, знаете, с океаном. Вот подойти к океану и вот черпать, знаете, из океана. То есть, вот такие метафоры. У каждого такое вот, такие метафорические какие-то вот эти вот. Я просто, знаете, вот, думаю, книжка «Сила оптимизма», я ее купила. Знаете, как там, оптимизм, позитивное мышление. Все, я этим занимаюсь, увлекаюсь. Занимаюсь позитивным мышлением с 2002 года, в настоящее время. Вот. Автор книги я. «Тайная психология денег. Скорее то, богатство и процветание». Такие вот дела. Такие вот дела. И, ну, смотрите, бестселлер номер один. «The New York Times and Business Week». Ну, здесь теорию, нужно книжку сначала читать, чтобы понять, и не сравнивать вот это с ведром. Ну, мне это не совсем как бы, как бы не совсем в теме. Вот. Ну, хорошо. Поэтому я предлагаю, поэтому я предлагаю перейти к другим книжкам, потому что я немножко здесь по началу, в общем. Ну, а вы, на самом деле, немножко, так это, пробегусь. Пробегусь по поводу ведра. Что они имеют в виду? Они нам объясняют. Смотрите, здесь у них даже эти ведра. «Черпать как в бане» у них здесь расписано. «Изучаем позитив». У них очень оригинально. У них, знаете, такие эти штучки, как в бане, эти черпалки, как в бане. У них даже с картинками. Вот. Понимаете, вот они. Каждый человек несет с собой по жизни некий внутренний сосуд, ведро. Они так считают. Вот. Если оно переполнено, переполнено, мы счастливы. В противном случае мы впадаем в отчаяние. Каждому человеку дан внутренний ковш, с помощью которого мы можем наполнять или опустошать других людей в процессе нашего взаимодействия. Просто у них это под какую-то вот… Вот, знаете, вот. Обратите внимание. Ну, я это не очень как бы… Как-то мне это… Более что-нибудь… Я более романтична, чем вот какие-то вот эти вот объяснения. Но, понимаете, «Бестеллер номер один», когда я посмотрела, что «Бестеллер номер один», это о чем это говорит. Но сама я с этим не очень как-то вот это. А вот снимаю я вам сейчас покажу. Эти картинки. Вот. Ну, у них вот такая, понимаете, у них вот такая теория. Немножко, я бы сказала, ну, не то, что она… В общем, в общем, что сказать. Это, знаете, вот, как говорится, хоть это и действует на меня, что это книга «Бестеллер номер один» и, понимаете, «Нью-Йорк Таймс» и «Бизнес Уик». Я как-то вот это вот… Ну, не совсем как-то у меня вот как-то вот это вот совпадают. У меня какие-то вот эти вот ведро, ковши вот этого штука. Сказать, что я не совсем согласна, ну, понимаете, вот там, куда я первый раз вообще сталкивалась. Столько книг я попозитивно, у меня целая библиотека, вообще столько прочитанного у меня книг. Я просто… Я практически… Надо было какие-то другие метафоры придумать или что-то такое, потому что постоянно, если у них красной нитью проходит через всю книгу это ведро… Видите, я как-нибудь как-нибудь открою, у них в каждой голове тут ведро, ведро. Я просто… Обратите внимание, загрузила сегодня еще такой вебинар о любви Натальи Правдиной. Я более вот к такому, к романтизму, понимаете, как она говорит, вот ритуал с розой. Как-то, как же она сказала, раскрыть вот такую свою королеву, богиню, вот этой розой. Как она там вот это вот… Ну, вы посмотрите. Вот это вот, да, вот это вот мое. Знаете, какие-то такие метафоры, какие-то розы, океан, океан любви. Вот, знаете, вот эта… О, картина, знаете, вот эта картина в бэкраунде оставила. Вот эти вот океан, что-нибудь там такое, какой романтик. Ну, вот, вот так. У них вот, вот так. Так что… Вот такие вот дела. Мамка, я такая сегодня, обратите внимание, такая суперкрасотка, суперкрасивая звезда. Такая суперкрасивая звезда. Такая суперкрасивая звезда. Ну что, книжечка «Герой». Смотрите мои анонсы. Книга из моей библиотеки. Книжка «Герой» Ронда Берн. Это автор книги и фильма «Секрет», имейте в виду, Ронда Берн. Отчасти эту книжку я читала, отчасти. «Сердце героя». Здесь очень много цитат, очень много цитат. «Сердце героя». Как найти свою мечту? Вступление. По оглавлению? Может, по оглавлению посмотрим? «Сердце героя». Вubstake «Герой» у нее, опять тоже соавтор. Честно говоря, надо изучить более как-то. Я ее прочитала выборочно. Я просто смотрю здесь, это может быть тоже, не только она, может быть у нее соавторы здесь, в этой книжке. Ну, в принципе, это не имеет значения. Ну что, давайте сейчас я сюда, ближе к свету, да будет свет. Работать ради радости самой работы. Это 220-я страница книги Герой Ландеперн. Нет на свете лучшего ощущения, чем когда ты нашел свою мечту и живешь ею. Работать ради чистой радости работы. Просыпаться по понедельникам с чувством воодушевления, любить то, чем занимаешься. Настолько, что при мысли о долгом отпуске становится скучно. Вот это жизнь. Дальше у меня идут примеры, примеры, примеры. Много примеров. Я так понимаю, те люди, которые нашли вот такую вот работу, которая, в общем, так скажем, по душе, чистой радости. Я надеюсь, они зарабатывают на этом деньги или они испытывают только чистую радость. Мне предлагали целую кучу денег за продажу фильма «Секрет», а у меня в то время были колоссальные долги и никакого очередного способа показать фильм миру. «Но мысль продать свою мечту была для меня, – пишет Ронда Берн, – невообразимой. Это было бы все равно, что продать свою величайшую радость и смысл жизни. И нет на свете такого количества денег, за которое можно это продать». Я читаю, я читаю в этой книжке, я читаю, что Ронда Берн написала, поскольку вот здесь вот в книжке есть еще, так скажем, примеры. Вот здесь примеры, а я вот в этой голове читаю, вот что ей написано. «Получать награды за реализацию своей мечты прекрасно, и всякий человек, который осуществляет свою мечту, заслуживает всех этих вознаграждений до единого. Вероятнее всего, ты тоже, преисполнившись восторга и энтузиазма, стремясь нарастить свой успех и сделать свою мечту еще величественней, теперь, когда ты знаешь, что у тебя есть качества и способности, позволяющие достичь всего, что ты способен себе представить. «Ох, сигары, ох, эти миллиардеры, ох, этот миллиардер, здесь курит сигары, пахнуло, пахнуло сигарами, ох, да». «Сигары впечатлили, это зима пропустить?» «Помни, она уже, наверное, пропустила это?» «Ну да, уже время, уже время шепчет, наверное, инкасса, уже, наверное, инкасса, пока это, знаете, эти чьи, там, эти блинчики, взять эти чьи, пить, и все равно, пока Татьяна Салмановна, принимала душ, и, пока она проснулась, а, самолет, теперь самолет летит в другую сторону, у них теперь ориентир туда, в ту сторону, они сначала летели в эту сторону, теперь они в эту сторону летят, летит самолет, вот. Татьяна Салмановна встала днем, потом у меня был такой завтрак, жарила все блинчики, в моей кухне, гранд-ресторанте, какое чаепитие, сказочное чаепитие с блинчиками, с сахарным песком, с чаем. Смотрела я семинары, ну, на ютубе Натальи Правды на несколько, с ними таких нескольких, ее роликов на ютубе, вот. Что еще, что еще интересного, потом я принимала душ, потом я еще решила поспать, потом опять у меня было чаепитие, вот, готовлю себе такой ужин, как в Париже, ну, конечно, ну, а до этого, конечно, я, как-то вот, уже стала наряжаться для видеосъемочек, так что, всегда нужно выглядеть на миллион, да, всегда нужно выглядеть на миллион, ну, да, ну, а сегодня такие афоманы сегодня будут дарить, они такие афоманы выглядят даже не на миллион, они афоманы выглядят в этом платье, понимаете, от этого, как там, на 10 миллионов, хотя афоманы сегодня выглядит на 10 миллионов, так что вот, доллар, даже не на миллион. Это вот такое, знаете, платье-накидка от Брэда Порте из коллекции просперты.ру, вот, для просперочки я делала, знаете, это эксклюзив, посмотрите мое видео, от какого там этого года, пару лет назад, вы видите, это плотко платья, которое я купила, потом я для просперочки, обратите внимание, а какая я там красивая, обратите внимание, на чего я это снимаю, чтобы показать, что это я, такое видео у меня на 2 часа, я же у нас дизайн, снял с вами мама еще дизайнер, посмотрите, я вам-то, кстати, недавно загрузила это видео, это из моего live journal, это принесла на мою страницу ВКонтакте, и я там такая, такая загорелая, такая, в общем, ну, феерическая, все эти эпитеты, как я там выгляжу, ох, боже мой, это понимаете, а при этом, как у меня там этот вот наряд, и вот это вот, а какая вот эта, ну, в той комнате я, в той комнате делала, я не понимаю, почему тут столько чая как-то прилетела, откуда-то кучаю, ну, вот, здесь вроде Марии нет, откуда чайки, я вообще не понимаю, Мария, это там, они немножко заблудились в чайке, вот, такие вот дела, вроде, какая там, какой сок, понимаете, я сама, знаете, вот это видео, когда я просматриваю, я сама себе завидую, вот, вы же обратили внимание, а, спилперка, товарищ спилперка, господин, ну, как, как сказать-то вот это, обратите внимание, что видео, которое я сняла, такой небольшой, на 5-6 минут, вот это я, представляете, какие у вас, какая актриса пропадает, звезда, вчера я себя засняла, ну, сутки убирала квартиру, понимаете, вот перерывы, не знаете, там, по 2, сука, там, по 2 часа, там, вот это вот, 2,5 часа, по перерыву, а так сутки, понимаете, сутки убирала, вот, много часов, еще не все убрала, вот, смотрите, как я там выгляжу, и посмотрите, вот это видео, я делаю дизайн, вот это вот, дизайн, вот это, как я вот это вот, как я выгляжу, берите внимание, представляете, вот это вот, какая актриса пропадает, великая звезда, вот, и от специально сломалась и делает рекламу, рекламу, хочет за эти Голливуды, Голливуды, за гонорары по 10 миллионов долларов, вот, рекламу, я, по-моему, делаю рекламу, реклифу, но обратите внимание, это вчера, это все без этого, у меня, как-то, я просто это снимаю, я не делаю там, я не владею этими фотошопами, там, еще что-то, я этими техниками не владею, так что я так засняю, я хотела снять вчерашний видео, но не стала, так что, специально для голливудских режиссеров, чтобы они посмотрели, особенно то, вот это видео, думаю, ах, какая там вот, просто феерическая, и вчера это тоже я, ну и сегодня тоже я, просто обратите внимание, так как вчера вечером я тоже видео снимала, что он показал, ну вот, пишем, а, вы что хотели, я там задала вопрос, в общем, так, это мы гену красоты будем изучать, о чем будем, да, рассуждать, в общем, как-то вот это, о гене красоты, или, как говорится, обсуждать фильм-крем, или все-таки книгу Балавадской, я загрузила вам книгу Балавадской, вчера, вы успели ее прочитать, ну, прослушать, ну, кто интересовался, прослушал, а что не прослушает, да, ну, хорошо, великолепно, великолепно, если не отключится, значит, это будет 28 минут позитива со мной, с этим, с алмамным актом, сайфудим, нужно посмотреть бобы, красные бобы, кушать, кушать красные, красные, а, сейчас сварится красные, не бобы, фасоль, я варю красную фасоль, сейчас она сварится, сначала ее вымачиваю, в такой, в чистой, это, в такой, в чистых, в прохладной воде, потом варю, вот, еще нужно рис варить, не, в таком, в таком случае. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok